Приветствую вас. Информации вы предоставили мало. Для анализа это действительно так, но я постараюсь вам ответить, постараюсь поработать с тем, что есть на данный момент. Итак, вы пишите, не могу наладить свою семейную жизнь. Значит, если вы не можете наладить свою семейную жизнь, значит у вас для этого должны быть определенные причины, определенные, ну так сказать, препятствия, да. То есть, есть определенные препятствия для того, чтобы наладить свою семейную жизнь. И это, в принципе, ну я имею ввиду препятствия, да, они, в принципе, довольно осязаемы. То есть, вот, если мы с вами говорим конкретно, они довольно осязаемы, препятствия, и, соответственно, с ними можно поработать. С ними можно что-то делать. Другой вопрос в том, что это за препятствия. Другой вопрос в том, где они кроются. Другой вопрос в том, как они у вас проявляются. Эти самые препятствия. Дальше. Вы тут же говорите о том, что у вас есть две дочери от, значит, брака. Предыдущего брака, как я понял. Здесь немножко непонятно, зачем вы об этом написали, для чего вы это сказали. Какое отношение имеют ваши дочери к тому, что у вас не получается выстраивать отношения, ну, там, с мужчинами и так далее. Или вы хотите сказать, что именно дочери послужили тем катализатором, из-за которого вы расстались со своим первым мужем, предыдущим мужем. Если так, то с этим нужно разобраться, почему вы расстались и что послужило причиной того, что вы развились. Далее вы говорите, что вышли замуж и, в общем-то, какое-то время пробыли замужем, потом расстались с мужчиной и теперь опять общаются. Вы говорите о том, что любви нет, но привычка у вас осталась. И спрашиваете, что делать. Ну, во-первых, вам необходимо понять, что привычка – это потребность. То есть, то, что вы испытываете привычку, это не что иное, как ваша потребность. Подпотребность в чем-то, что дает вам мужчина или, там, например, пребывание с мужчиной, если угодно. И, соответственно, чтобы привычка вам не мешала, вот эти вот ваши потребности, то есть, субъективные основания для привычки нужно выделить и определить. И тогда, сделав это, вы сможете довольно легко удовлетворять свои потребности не через мужчину, как это вы и делаете сейчас, а самостоятельно, не впадая в зависимость от него. Это одно и другое. То, что касается ваших отношений. Определенно, что ситуация такова, у вас не складываются отношения с мужчиной. Определенно, что ситуация такова, что вы не можете выстраивать с ними отношения. И, соответственно, я думаю, что вам необходимо проанализировать эти самые отношения с мужчинами, чтобы понять, где именно и почему вы допускаете ошибку. Вот понять причину своих ошибок, понять, что именно вы делаете не так, где именно вы поступаете неправильно. Это то, что вы можете реально сделать, это то, что вам по силам, и это то, что позволит вам, по сути дела, перестать быть, условно говоря, перестать быть зависимой от мужчин. То есть здесь для вас самое главное, это все-таки понять, что составляет привычку. Понять, что является сутью этой привычки, какую потребность вы пытаетесь удовлетворить с помощью этой самой привычки. И когда будут ясны ваши потребности, то можно будет довольно достаточно легко перенаправить вашу модель поведения в конструктивное русло. Немножко отдельно мне хотелось бы сказать, что тот факт, что у вас не получается устраивать отношения с мужчинами, говорит о том, что вполне возможно в детстве вам были заданы немного неверные модели поведения, которые теперь вам мешают. И, соответственно, вполне вероятно, что необходимо будет разобрать с вами детско-родительские отношения для того, чтобы вы поняли, какие у вас есть негативные триггеры, негативные триггеры, заставляющие вас вести себя именно вот таким образом. То есть, ну, образом не всегда хорошим, не всегда правильным, не всегда конструктивным, да? Вот. Вот примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, ну, подсвететом той информации, которую вы дали. Вот. Понимаю, что этого немного, понимаю, что вам, наверное, хотелось бы больше, но пока, с учетом того, что вы написали, больше, больше вам предоставить информации возможности нет. Потому что, ну, определенно, что вы какое-то время и жили, и живете в атмосфере вот тех состояний, которые у вас есть, и для того, чтобы эти состояния поменять, придется приложить определенные усилия, и, собственно, вопрос только к вам. Готовы ли вы это делать? Что вы готовы вообще делать для того, чтобы как-то вот изменить, ну, себя, свою жизнь, да? И вот в зависимости от этого уже можно будет говорить о том, как вам можно будет помочь. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад вам на них ответить. Пишите в личку, я помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появится желание дополнить свой вопрос, то обязательно, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали, чтобы я прочитал вашу дополнение, чтобы я прочитал его, однокомнился с ним и обязательно дополнил свой ответ. Но, объективно, вам здесь необходимо все-таки действительно выбрать эксперта на нашем ресурсе и, собственно, поработать с ним приватно, чтобы подробно разобрать ваши проблемы. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!